Это хорошая новость для заемщиков, ведь ставка рефинансирования мерила стоимости денег в экономике. С ее снижением кредиты дешевеют. Кстати, за год средняя ставка по кредитам для граждан рухнула почти в два раза. Так что за кредитами стоит идти после 14 июня, когда этот показатель снизится до 13%. А вот вкладчикам, напротив, лучше поторопиться. Доходность по рублевым депозитам после этой даты спикируют вниз. Пока же лучшие варианты для рублевых вкладов сроком на один год таковы. 10% отзывный вклад. Его можно закрыть в любое время по требованию вкладчика. 13% годовых – самое щедрое предложение среди безотзывных вкладов. Напомню, что деньги с такого депозита можно досрочно забрать только в экстренных случаях. Конечно, проценты не такие вкусные, как раньше, но есть инфляционный аргумент. Храните 1000 рублей дома, месячная инфляция на уровне 0,7% съедает, соответственно, 7 рублей вашего запаса. Или будете зарабатывать 11,5 рублей каждый месяц, если разместите деньги под 13% годовых на вкладе. Какую валюту предпочесть? Рублевые вклады при стабильном курсе доллара привлекательнее, чем валютные. Возьмем 1000 рублей и разместим на год на безотзывном рублевом вкладе под 13% и эквивалентную сумму в долларах по текущему курсу под 3,5%. Оба депозита – лучшее предложение по рынку. Пока курс пляшет около значения 1,9 рубля за доллар, доходность рублевого депозита в 2-3 раза выше, чем у валютного. Вклады станут равноценны, если цена американца выйдет за границу 2 рубля. Но предпосылок для серьезных скачков нет. Напротив, на всех финансовых сегментах рынка спокойно, инфляция под контролем. И, скорее всего, грядущее снижение ставки рефинансирования не последнее в этом году. Продолжение следует...